В данном случае эта каска более поздняя, это 1935 года. Важно отметить, что ранние каски М-16 немецкие, они вот здесь имели два рожка. Такие вот, они как бы узнаваемые очень. Это вот такие вот, ну для вентиляции они делались. Ну и соответственно их использовали как крепление для лицевой маски. Только от нее очень быстро отказались. Она просто использовалась как шлем, а это обычный немецкий шлем, который использовался в немецкой армии в годы Второй мировой войны. То есть он более такой, скажем так, эффективный в производстве. То есть его делали из цельного, уже под конец войны, делали из цельного куска железа. То есть вот здесь вот этой вот штуки как бы уже не было на более поздней. Но это лучшее изготовление, то есть чтобы не было, ну не порезались, чтобы можно было как-то более высоко... Да, более высокотехнологичный такой шлемак. То есть под конец войны у немцев пошло все и рзац, и рзац. А там были такие прям рваные края, да? Ну да, то есть она как бы потихонечку меняется. То есть тут заклепки переставляются, соответственно, подшлемник становится. Просто его как бы держишь, его штамповали прямо на станке. Их было настолько много, что потом их после войны переделывали даже в ночные горшки. То есть это была такая конверсия по-немецки. Их было очень много изготовлено, прям груды валялись. Вот. Собственно говоря, вот такая вот история. Это уже непосредственно защитный элемент. Такие вот значки, они называются декаль. То есть их наносили на бока шлема. Но в дальнейшем, в ходе войны, уже от этого отказались, потому что он имперский. Как бы он считается, вот это имперские цвета немецкой империи. Вот так как был первый рейх, второй рейх и, соответственно, третий рейх. Вот сейчас кто-то говорит, что уже четвертый. Ну, поживем время. По защитным свойствам, что лучше, этот или советский? Были какие-то сравнения делались? Или это все одно? Ну, по большому счету, я вам даже не смогу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что технология одна и та же. То есть все они, стальные шлемы, в общем-то, все они выполняют определенную защитную функцию. Но все хорошо до определенного предела. То есть винтовочный выстрел не держит? Под прямым углом. Рикошеты держат, осколки держат. А если ты так как бы в упор стреляешь, то, конечно, нет. Он пробивается. И часто можно увидеть такие шлемы на поле боя. Они пробитые, прострелянные. Вот есть края. Ну, то есть видно, что пуля входит здесь, потому что там края внутри. Вот видно, что оно прошивается.